По игре, что сказать, очень сложная игра. Получилась, в принципе, мы ее такой и ожидали. Я думаю, что никаких игр не будет. Вообще, наверное, априори это так и есть. В следующий матч там доказательства, что начали, можно сказать, не очень. Там же пропустили 11-метровый. Слава богу, мы не забили. Потом вроде перестроили, стали создавать моменты, но, опять же, нужно реализовывать. Забили бы в первом тайме еще один, я думаю, игра бы успокоила. А так, когда счет разницы в один мяч, всегда соперник играет до конца. Знает, что всегда можно отыграться, поэтому была такая нервозность. Да, это по игре. Второй тайм начали более собранные, мне кажется. И, в принципе, владели преимуществом, создали еще несколько, опять же, моментов. 11-метровый, на мой взгляд, должен был назначен быть ворот соперника, но, судя, вы считал, что его не было. После этого момента игра немножко выровнялась, скажем так, соперник. У нас более рано стало после того, как я был назначен 11-метровый удар. А так, хотелось бы, конечно, сказать спасибо болельщикам, что пришли поддержать команду. Было очень слышно, очень приятно. Спасибо им большое. Поздравляю всех с победой. Болельщик, молодцы. Выдержали непростые погодные условия, непростые условия вообще. Сейчас нужно адаптироваться к новым реалиям. И, конечно, от матча к матча двигаемся. Пока получается то, что получается. Поэтому такой комментарий по игре. Перейдем к вопросу. Пожалуйста. Сергей Александрович, в перерыв выпустили Бриева вместо Иглана Ушакина. Были недовольны Ушакином или важно было дать Бриеву сыграть после травмы? Здесь, да, в такой момент, у Львов все-таки молодых удар есть. И правом ноги, да, вынуждены играть слева. И в такой игре нам нужно было больше введения вперед. В плане того, что не только в обороне, в обороне у него проблем нет. В принципе, играет довольно-таки уверенно. Но хотелось бы, чтобы еще в созидании добавить. По большому счету он правый центральный защитник. Там, я думаю, будет ему более комфортно. Но так как у нас сейчас дефицит левоногих игроков, приходится его использовать здесь. И в первую очередь, не получалось ему начинать, как бы нам хотелось, эти атаки. Первый момент. И второй момент, конечно. Бриев у нас капитан команды. Один из капитанов команды. Основной игрок. И долгое время там было микро-повредение. И хочется как можно быстрее его, чтобы он в обороне взошел. Для того, чтобы можно было вариативность использовать в общем составе. Поэтому такая замена. Она была, в принципе, плановая. Не плановый у Шахина. В плане того, чтобы Лев сегодня все равно бы вышел на поле. Просто вот так получилось. Смотрели как конкретно. Он мог им вместо любого центрального выйти. Защитники вместо троек. Ну, как игра схватывается. Смотрели по ситуации. Максим. Максим Ванобизацева. Второй матч подряд Кушкин играет. То есть он хорошо себя проявил. Но отчего вообще исходили при выборах вратаря? Потому что казалось, что перед сезоном Кузнецов Куши консируется. Ну, ладно. Смотрим трехочный процесс. Я не скажу, что у Кузнецова какие-то сложности. Оба вратаря у нас равны. На мой взгляд. И оба достойные играют в основном в составе. Но на данный момент выбор пользы Бухушкин. Но это не говорит о том, что у нас есть что-то с первым. На втором месте у нас два равноценных вратаря. А есть еще молодой парень, который с нашей молодежки. Который сейчас в техночном процессе. Мы у него тоже рассчитываем. Вот такая вот вратарская бригада. На данный момент так. Но матчей много. Вполне возможно. Кузнецов будет играть. Сверху, где может быть Бухушкин посмотрит. Все время есть уже. Какого-то нового вратаря не стоит ожидать? Более опыта. Я думаю, нет. Вот это наша пара. Я думаю, на данный момент так. Но у нас трансферное окно 7-го и 8-го сентября заканчивается. То есть до этого времени, конечно, любые изменения невозможно. Смотреть. Селекционная работа она ведется постоянно, ежедневно. Если футболист будет на какой-то позиции сильнее, чем у нас есть, конечно, и будет возможность его пригласить. Мы будем это делать. Но на данный момент пока вот таки. Такая ситуация. В целом, мы добудли его команду. В этом матче, я ее, может быть, наоборот, не добуду. В первую очередь, конечно, доволен результатом. На данном этапе, наверное, сегодня это более важный момент. Качеством игры, конечно, трейлер, наверное, вряд ли когда бывает доволен. Тем более, когда такие блюдольные игры. Есть над чем работать как в обороне, так и в атаке. Много создаем. Это радует. Потому что, ну, пока не может реализовать, да, все моменты, которые у нас есть. Там большинство, скажем так. Ну и в обороне пропускаем, короче. Это тоже, наверное, откладывается, сработает. Очень много впереди. Можно ничего? Да, конечно, по судейству, как вы сказали, вам показалось, что вообще первая линия больше позволяет игрокам больше жесткости, чем премьер-лиги. Я это связываю, в первую очередь, с отсутствием пара. Потому что, в премьер-лиге, судьи более дисциплинированные. Они понимают, что даже если где-то пропустил какой-то момент, все равно потом можно посмотреть лично. Здесь все-таки они... Опыт судье дается момент. Заигран, не заигран. Поэтому, я думаю, с этим больше связано. Это, наверное, манера судейства. Лучше, наверное, у судьи спрашивать. Мне вот так показалось по этим двум матчам, что судьи... Понимаете, когда идет вар, я разговариваю с арбитрами. Когда есть вар, они все-таки по-другому реагируют на эти эпизоды. Понимаешь, что даже если ты дальше идешься, тебя могут поправить. Или наоборот, где-то ты там не заметишь, что ее подскажут. Здесь же ситуация, здесь никто не подскажет себе, ну, кроме там, линии напитателей. Поэтому здесь просто манера другая. Здесь напоминает, как нам тоже привыкать. Может, по-другому будет. Максим, через неделю в блин, я все еще хорошо помню, о чем закончился в прошлом матче. То есть сейчас какие-то есть мысли, ожидания? Мысли, какие мысли вы хотите, ограничу победу. Готовится у нас игра в понедельник. В принципе, времени достаточно. В субботу у нас в следующий понедельник. Сейчас хорошо надо отдохнуть, потому что все-таки должны понимать, да, что начало чемпиона довольно-таки сложное в связи с логистикой в городе Краснодар. У меня, я не помню давно, у меня был такого сложного выезда в плане, как добирались туда и обратно. Игра была воскресенье, да, 17-17, это суббота. То есть тут маленький переговор между играми. И мы не отдыхали практически, не то, что не отдыхали, а отдыхали в дороже. Конечно, это все сказывается на психоэмоциональном состоянии, на физическом состоянии. И сейчас главное эмоции восстановить, и я думаю, что с Рубином будет интересная игра. А вы себя воспринимаете в «Андердогу» в этом матче сейчас? Ну, то есть не фаворит. Здесь я думаю, что фаворита вообще нет. Вы видите, как матчи проходит, вы посмотрите другие игры. То есть нет таких команд, которые не могут обыграть другую команду. Все рьются, все до последнего, все, ну, я думаю, что здесь шансы 50 на 50 в любом матче, да, и Пидравец в лицах играет, или дома команда. Это, наверное, и эта лига первая из сейчас лучших НЛ. И про это, наверное, мы всегда говорили, что очень сложный чемпионат, и все матчи вот такие, прижогные, которые может быть банканал. Поэтому фаворит мы, конечно, в том числе и себя не обещаем, и в то же время мы не хотим себе сбрасывать со счетов. Во всех матчах будет биться на победу.